В Чувашии сегодня зарегистрировано еще 9 случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших коронавирусом в республике достигло 17 человек, сообщает Минздрав. Всех вновь инфицированных госпитализировали в инфекционный стационар БСМП еще до подтверждения вируса из федеральной лаборатории. По официальным данным, 8 человек из вновь зараженных контактировали с заболевшими COVID-19 в городском клиническом центре Чебоксар. Еще один человек, житель Канажского района, был обследован после приезда из Москвы. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. Заместитель председателя кабинета министров Чуваши Алла Салаева провела селекторное совещание рабочей группы оперативного штаба с муниципалитетами региона. Говорили в первую очередь о минимизации количества людей в общественных местах. Люди по-прежнему продолжают посещать парки, места отдыха, хотя рекомендации сидеть дома звучали неоднократно. Также главам районных администраций поручили активнее работать с волонтерами и своевременно оказывать помощь людям старшего возраста, особенно находящимся на самоизоляции в отдаленных селах и деревнях. Не отказываться в муниципалитетах должны и от дезинфекции остановок и подъездов. Также руководители районов должны пресекать любые попытки бизнесменов открыть свои торговые точки под предлогом продажи товаров якобы первой необходимости. И сегодня же временно исполняющий обязанности главы Руссии с публики внес изменения в ранее подписанный мукас о комплексе ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Чувашии. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения жители республики обязаны соблюдать режим самоизоляции. Формулировку рекомендовано, из документа убрали. То есть теперь выходить из дома жители могут только по уважительным причинам в магазин, аптеку для получения экстренной медицинской помощи, на работу, выгуливать домашних питомцев и выносить мусор. Также покидать с места проживания можно в случае ухода за недееспособными и нуждающимися в постоянном уходе людьми для доставки товаров первой необходимости пожилым людям и больным. Для того, чтобы предпринять нераспространение коронавирусной инфекции, подписано два нормативных акта. Первый – это указ, в соответствии с которым теперь каждый, пребывающий на территории Чувашской республики, будет обязан находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, другим документом, мною расширено количество органов исполнительной власти, которые наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, этим же документом утвержден алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с тем, чтобы фиксировать на месте сами нарушения и составлять соответствующие протоколы об этих нарушениях.